И сегодня на Южном Урале принят важнейший закон. Официальный статус получили дети войны, те, кто потерял отцов и матерей во время Великой Отечественной. Новый закон об их поддержке депутаты Законодательного собрания приняли на первом после летних каникул заседания, после требования губернатора Бориса Дубровского. Больше 40 тысяч человек теперь получат льготы. Какие, расскажет Дарья Шведова. Все за, никто не против закона о детях войны, 60 депутатов принимают единогласно. Теперь официальный статус появился у тех, кто в Великую Отечественную войну потерял родителей. 85 или 87 субъектов федерации, только 13 приняли такое решение, статус. И поэтому мы 14, этим надо гордиться. Закон о детях войны депутаты Законодательного собрания принимают на первой после летних каникул сессии. Официальный статус только половина дела. Теперь у детей войны будут и льготы. Они будут получать ежемесячную выплату 500 рублей. Раз в три года смогут за счет бюджета оплатить проезд до мест захоронения родных. При условии, что билеты будут стоить не дороже 25 тысяч рублей. Оплатят поездку и сопровождающим, если человек по состоянию здоровья не может поехать один. Сейчас в Челябинской области на статус детей войны могут претендовать свыше 40 тысяч человек. Всем им выдадут удостоверение. И это еще не все. На мой взгляд, маловажная мера социальной поддержки – это преимущественное право помещения в дома-интернаты и дома для престарелых и инвалидов. Потому что на сегодняшний день в Челябинской области существует очередность. И такое право для тех, кому гарантировано стационарное обслуживание при определенных условиях, оно будет реализовано в первую очередь. Надежда Кривова – жительница Карталов. И она тоже дитя войны. Ее отец без вести пропал в 43-м году. Где он похоронен, женщина не знает. Но почтить память отца мечтает на могиле неизвестного солдата в Москве. Хорошо, конечно, что дети, внуки могут посетить могилы своих отцов и дедов, конечно. Закон Челябинской области о детях войны разрабатывали в течение года. Это поручение депутатам дал губернатор Борис Дубровский. Сегодня люди вот этого поколения, они получают статус, за который они боролись не один год. Принимают депутаты еще несколько социально важных решений. Так, например, ветеранам труда Челябинской области повысят ежемесячную выплату на 7%. Те ветераны, кто пользуются домашним телефоном, будут получать 1027 рублей. Те ветераны, кто пользуются домашним телефоном, будут получать 1027 рублей. Тем, у кого телефона нет, будут выплачивать почти 900 рублей. Это закон, касающийся ветеранов труда Челябинской области, подчеркиваю. Ветераны труда федерального значения, они получили уже индексацию. И мы поставили вопрос, я имею в виду, мы это депутаты заказного собрания, что нужно и нашим ветеранам труда Челябинской области также индексировать. На заседании депутаты утверждают и новую памятную дату. 6 октября становится днем героев Толкограда. Именно в этот день, в 1941 году, Челябинский тракторный завод имени Сталина был переименован в Кировский завод наркомата танковой промышленности. Дарья Шведова, Андрей Ярушев, ОТВ.